Всем привет, друзья! Я продолжаю серию о заброшенных аэропортах мира. Полетели! Международный аэропорт Никосии был главным узлом воздушного транспорта на Кипре, но прекратил принимать коммерческие рейсы после турецкого вторжения в 1974 году. В наши дни его здания щедро обмотаны колючей проволокой, в залах не сдятся птицы, а на взлетных полосах ржавеют самолеты. Аэропорт Никосии до сих пор считается буферной зоной ООН, куда закрыт доступ и грекам, и туркам. Аэропорт имени Ясира Арафата был открыт в секторе Газа в 1998 году, но просуществовал недолго. В декабре 2001 года вышку управления полетами разбомбили иранские ВВС. А еще через месяц взлетные полосы для верности перекопали бульдозерами. Аэропорт пустует до сих пор, и местные жители потихоньку растаскивают его здания на стройматериалы. База ВВС Бинбрука, Англия, одна из множеств военных авиабаз, использовавшихся во времена битвы за Британией и пришедших в запустение после войны. База была закрыта и частично разрушена в 1980-е. В какое-то время ее взлетные полосы использовались как полигон для учений, а здания как склады. Звездный час аэропорта в Бинбруке наступил в 1990-м, когда вся база на время стала декорациями британского фильма «Красавица Менфиса». Аэропорт всеми был забыт и ждет, когда какая-нибудь авиакомпания «Лоукостер» начнет использовать его по прямому назначению. Международный аэропорт Стелптона, США Еще один аэропорт-ветеран, открытый в Денвере, Колорадо, в 1929-м году. В 1980-е оказалось, что аэропорту уже некуда расширяться, чтобы принимать возросшее количество рейсов. В 1995-м году Стелптон закрыли, а два года спустя его сильно повредил ураган. Теперь на месте взлетных полос выросли коттеджные поселки, а от аэропорта сохранилась лишь 12-этажная диспетчерская вышка. За видео всем спасибо за просмотр, респект за поддержку и до скорых встреч на просторах Ютуба.